Привет, ребята! Я не снимала, мне кажется, лет сто. Я даже не знаю, как сказать, что с нами произошло. С нами произошла глобальная лень, просто глобального масштаба. И мне кажется, мы целую неделю просто валяемся в кровати, чилим, смотрим что-то, ложимся просто как какие-то сумасшедшие в самую позднюю позднюю. Присыпаемся ближе к вечеру, и это просто кошмар, как это изменит, я не знаю. И прикол в том, что когда я встаю рано, для того, чтобы наладить режим, еще что-то, в конечном итоге я вырубаюсь, пока опять лежу в кровати, залипаю, постоянно брился, знаете, как какая-то, я не знаю кто. Сейчас мы со Славой поедем по моему хотенью, короче, исполнять мои хотелки. Мы поедем в два шоурума, ну, может, в один, пока не знаю, успеем ли в два, потому что сейчас уже время шесть. Мы не так давно встали, позавтракали. И Слава уже пошел вниз за кофе и греть машину, точнее, она уже греется, вот. И он сказал, что когда я вернусь с кофе ближе к машине, чтобы ты уже вышла, поэтому мне надо выходить. Так, ребята, мы едем в шоурум ехать всего 20 минут, потому что сегодня воскресенье. Это ужасное чувство, когда ты не можешь выйти из дома, потому что тебе все впадло, все лень. Я, если честно, не понимаю, как такое возможно. Я же была такой заряженной, такой продуктивной, просто, я не знаю, просто не могу. Реально, мне так хорошо спать, так хорошо лежать в кровати, смотреть эти, блин, рилсы. Я просто реально как, не знаю, подсела я на все эти рилсы всякие. Сижу просто весь день, смотрю и смеюсь. Я у себя в телеграм-канале рассказывала о том, что когда я не крашусь сколько-то дней, у меня почему-то становится много прыщей на лице. Я, по-моему, это уже обсуждала как-то в видео, не помню. Может, даже в предыдущем я просто давно не снимала видео, поэтому не помню, о чем я там говорила. Но это реально какая-то необычная такая штучка интересная, потому что когда я действительно не крашусь, у меня становится больше прыщей каких-то воспалений. Как только я начинаю каждый день краситься, у меня кожа начинает каким-то чудесным образом излечиваться. Я не знаю, ну как бы подписчики предположили, что когда ты наносишь макияж, все-таки он как-то защищает твою кожу от всякой грязи, пыли и чего-то там, что может проникать к нам в поры. Но, честно, мне это все равно непонятно, потому что я одинаково каждый день очищаю лицо. Хотя, конечно, когда у меня на лице макияж, я более тщательно его очищаю, больше всяких средств использую, там гель для умывания, еще что-то. А когда я не крашусь, например, дома весь день сижу, я могу там, не знаю, умыться просто водой и тоником пройтись. И потом, понятно, у меня идет сыворотка обязательно, моя любименькая. И обязательно крем дорогущий, как его Брэнта, Ла Мэр. Он у меня уже заканчивается, кстати. Мне нужна баночка побольше. А теперь я еще хочу... Надо, значит, купить. Надо, да. Может, мы сейчас в центре где-то будем, зайдем. Но он у меня пока не закончился, поэтому, конечно, рано о таком мечтать. Вот. Но я, блин, думала, что мне его на полгода хватит. Он у меня вообще разлетелся, как сумасшедший. Но из-за того, что он очень увлажняет кожу, я думаю, что с таким же успехом просто у меня ужасно сохнет кожа. Сейчас губы вообще просто трескаются, как какие-то сумасшедшие. И мне постоянно нужно увлажнять кожу. Ну, понятное дело, во-первых, погода плюс дома, отопление, жара, вот это все. Ясен хрен, я думаю, я не одна такая, у кого кожа сохнет и вот эти все неприятные ощущения. И этот крем для меня прям такое спасение, потому что он такой, типа, питательный, жирненький, увлажняющий. Прям то, что нужно. Долго держит, ну, как бы сохраняет влагу в коже. Я еще стараюсь побольше воды пить. Думаю, господи, уже, не знаю, даже воду начала пить, чтобы как-то больше, ну, насыщать себя, свое тело, свою кожу. Тем более, что кожа это самый большой орган у человека, вы знали. Короче, суть не в этом. Суть в том, что мне кажется, если бы я купила даже какой-нибудь, знаете, детский крем, такие, которые прям очень жирные бывают, детские крема, я думаю, что он бы тоже неплохо увлажнял кожу. Что вот именно, знаете, такое ощущение сухости, что хочется именно что-то жирненькое. А вообще я хотела рассказать о том, что у меня были просто какие-то лютые воспаления по всей коже. И тут, и суть, и тут, и так, и на висках, ну, короче, все вообще. И на висках было прям дофига всего. И прям, знаете, что-то одно проходит, выскакивает что-то еще, и еще. Я думаю, господи, да что это такое, что это за хренатень такая. Возможно, и от погоды тоже это происходит, и от сухости, не знаю. Хотя я начала прям усердно увлажнять кожу. А сейчас прям все хорошо. Не могу сказать, что идеально. Недавно, кстати, тоже были обсуждения в сторис по поводу Руакутана, как я лечила кожу. Ну, этот Агнекутан, короче, это витамин А. Это те лекарства, от которых я отказалась в какой-то момент, когда моя кожа выглядела вот так. То есть я смотрю на себя и думаю, господи, спасибо. Почему? Я очень долго вам не показывала свои фотографии, что было с моей кожей. Вы все прекрасно видели мою кожу в плохом состоянии на видео, но... Все это было под тоной косметики, и просто некрасиво выпирали какие-то болячки, да, вот это вот все. Но именно то, как это все выглядело без макияжа, и то, с чем мне приходилось жить очень долго, и встречать свои 23 года и Новый год, то есть в Новый год, значит, так, входить, заходить с такой кожей, мне было, конечно, ну, морально очень обидно. Что было с моим лицом? Это была дичь. Эти фотографии, когда я кому-то показывала из близких, из родных, ну, типа, знаете, не было реакции, такой, типа, фу, типа, о боже, фу, вообще не было такой реакции, была реакция, типа, бедненькая, мне тебя так жалко, вообще... Ну, то есть вот такая реакция была, знаете, и мне приятно, что была реакция такая, а не такая, типа, фу. Я прекрасно же понимаю, что это фу. Конечно, хочется в такие моменты, чтобы тебя кто-то пожалел. В общем, прикиньте, вот с такими прыщами я всё это время жила, ну, как всё это, всё то время. Я уже рассказывала, что мне гомеопат помог по моим исследованиям, по моим наблюдениям, и, в принципе, всё, мне больше нечего рассказывать. За неделю, как только я начала пить шарики от стафилокока, у меня прошли прыщи. И вот из этого стало вот, типа, вот это. Только даже чуть похуже было, потому что сейчас всё-таки время прошло, у меня каких-то лютых прыщей не появляется. И когда у меня прошли лютые воспаления и жёсткие прыщи, у меня оставалось очень много красных следов. То есть вот эта вся часть лица у меня была бордовая. Это можно было легко закрасить тоналкой. То есть кожа выглядела гладко, потому что нету именно прыщей, но под тоналкой именно цвет кожи был, ну, реально прям бордовый. Я об этом уже рассказывала в видео несколько лет назад. Мне начали писать в директ, типа, Юля, у тебя же всё равно сейчас кожа не идеальная. Ребят, конечно, у меня кожа сейчас не идеальная. Вы можете спросить достаточно многих людей, кто пил, рог, кутанок, накутан и так далее, как они там называются, у них тоже после препарата кожа не будет прям 100% у всех идеальная. Потому что есть прыщички, которые, ну, грубо говоря, от еды могут выскакивать. Есть прыщички, которые могут от нервов или от других каких-то моментов. И я понимаю, что тот же рог, кутанок, накутан, это не было выходом в моей ситуации. Это не было таким, как это называется, панацея. Вот, я была уверена на 100%, что у меня не настолько запущенность, хотя выглядело жёстко. Но я, кстати, в сторис тоже рассказывала, что я для себя сделала один самый огромный и большой вывод по поводу моей кожи. Вот за всю мою жизнь, сколько я уже что там не делала с кожей и так далее, что мне ни в коем случае никогда нельзя делать, это чистку лица. Каждый раз, когда я там приходила на чистку лица, а это было не так уж много раз, но каждый раз это заканчивалось ужасной трагедией, мучениями на долгие там месяцы, недели, потому что становилось в 500 миллионов раз хуже, и я не придумываю. Я не знаю, почему так, я знаю, что есть люди, которым чистка очень помогает. И это не потому, что, знаете, я после чистки сразу пошла в грязь какую-то валяться своим лицом или, не знаю, из пылесоса пыль на себя вот так вот вытряхивать или размазывать это всё по лицу. Нет, я следила за своей кожей после чистки ещё более внимательно, но просто я думаю, что это какая-то особенность моей кожи, что мне нельзя делать, потому что у меня после чистки всё разносилось по всему лицу в 500 миллионов тысяч раз больше, даже там, где не было прыщей вообще, даже зачатков, на том месте появлялись какие-то новые прыщи, воспаления лютые. И я даже помню, у меня была история, ужасная история, я не помню, в каком классе я была, но у меня лет, наверное, 14-13 было, что-то такое. У меня тоже были прыщички, я пошла на чистку, и мне, как помню, под губой, прямо на подбородке, ну, между губой и подбородком, какой-то прыщ выдавили, и то ли туда что-то занесли, не знаю, в общем, у меня была огромная гнойная болячка, из-за этого я не ходила даже в школу, я была уверена, что у меня вообще там останется шрам, потому что там был такой трэш, просто реально конкретный трэш. Я из-за этого даже плакала, я помню, мазала всякими Левомикольм, там Ась Вишневского, что ли, я не помню, ну, по-моему, на тот момент Левомикольм я мазала. Ну, короче, это был ужас. И я еще тогда подумала, господи, я никогда не пойду на чистку, но в итоге в какой-то момент я все-таки пошла, потому что я думала, надо все попробовать, потому что, ну, я реально не хотела пить Роу-Кутан, тем более, что там куча разных всяких моментов. Во-первых, нужно постоянно сдавать кровь, проверять там печень и печень. Этот препарат может не очень хорошо отразиться на вашем организме, в принципе, даже если вы это делаете все под пристальным вниманием врача, как это и нужно обязательно делать. Ну, в общем, я просто много про это читала, изучала. Я понимаю, что есть люди, для которых это просто спасение, супер, вау, класс, и помогло. Но есть люди, которые не очень довольны остались, и которые получили кучу побочек, и к тому же у них все эти прыщи потом вернулись. Так что тут как бы каждый сам для себя принимает решение, пробовать, не пробовать. И когда я смотрела фотографии людей до и после, кто принимал Роу-Кутан, я понимала, что их до намного хуже, чем то, что у меня даже было. И я была уверена, что, точнее, их прыщи, они выглядели более, скажем так, устрашающими, что ли. Мои выглядели просто воспаленными, разодранными, еще что-то, и в большом количестве. Я была уверена, что их можно как-то по-другому вылечить. Это я к тому, что, конечно, моя кожа и сейчас не идеальна. Конечно, у меня сейчас бывают прыщи, но все равно не те прыщи, с которыми нужно пить Роу-Кутан. Я думаю, вы со мной на 100% согласитесь, потому что моя кожа сейчас, даже если смыть макияж, конечно, там будут где-то красные следы от каких-то прыщиков, еще что-то. Но вот сказать, что у меня сейчас какие-то прям жесткие воспаления, нет, слава богу. Хотя вот не так давно были. Ну, то есть они то есть, то нет, ну, как бы циклично как-то в своей жизни. Я, если честно, из-за этого даже не парюсь. Каждому свое помогает. И, понятное дело, когда моя кожа стала лучше, она точно уже не выглядела как показание к Роу-Кутану. И самое неприятное во всей этой ситуации, что я приходила к врачу-дерматологу, который кандидат медицинских наук, который мне сказал, что кроме Роу-Кутана и вот этих вот препаратов, мне ничего не поможет. Ничего. Это с учетом того, что, конечно, тогда еще слава даже мне не сделал предложение, но мне сказали пить год этот Роу-Кутан, и я знала, что это мне год надо пить эти препараты жесткие. Каждый там месяц или два, я не помню, сколько, надо приходить там сдавать анализы, проверять печень. Это постоянные, не знаю, какие-то возможные ограничения. Ну, окей, там ограничения не пить алкоголь, это, конечно, смешно звучит. Понятное дело, что ради идеальной кожи ты от этого откажешься. Вот, но после отмены Роу-Кутана еще нельзя какое-то время беременеть. И кто-то мне писал, что типа три месяца не надо, или врач мне так говорила, что типа после три месяца нельзя беременеть ни в коем случае, или там что-то четыре месяца, полгода, не помню. А кто-то писал мне вот из подписчиков в директ, что год. То есть ты год пьешь, потом еще год нельзя беременеть. И, конечно, я на тот момент не знала там, когда мне слава сделает предложение, хотя в итоге он мне сделал предложение, наверное, меньше даже, чем через год после этой ситуации. И, в принципе, так и вышло, что спустя, грубо говоря, два года, даже меньше, мне кажется, мы начали планировать детей Поэтому то, что как бы не делается, все к лучшему, и мои какие-то опасения и нежелания принимать эти лекарства Они в итоге были, скажем так, оправданы Мало того, что я смогла кожу вылечить из того состояния, ну, как сказать, вылечить не до конца Но привести в тот вид, который сейчас есть, приемлемый, скажем так, с которым можно жить, улыбаться в жизни Смотреть на себя в зеркало без ощущения того, что хочется плакать или, не знаю, разбить это с зеркала И вообще закрыть все зеркало в доме Но это все равно не помогает, потому что ты обязательно потрогаешь свое лицо и почувствуешь какую-нибудь ужасную, не знаю, порку, еще что-то Короче, я к тому, что так бывает Вот, я желаю каждому найти свой путь и не опускать руки, потому что мне кто-то писал Типа, Юль, когда у тебя были жесткие прыщи, ты плакала? Я не плакала, я не знаю почему Но я реально не плакала, хотя у меня кожа была ужасная Скажи, я не плакала, Зай А зачем плакать? Слезами горю не поможешь Нет, это понятно, но знаешь, типа, грустно, пожалеть себя Ну почему, типа, у меня такая хрень с кожей? Ну, типа, это же мое лицо Причем для человека, у которого всю жизнь были комплексы по поводу внешности И для блогера, который своим лицом, как бы, ну, не знаю, типа, торгуется, скажет, жестко звучит Но мое лицо, это мое лицо, это мой, я не знаю кто, бренд Не знаю, как это назвать Конечно, помимо внешности лица еще что-то в сердечке должно быть Ты помнишь тот период, когда у меня были жуткие прыщи? Что думал? Трэш? Ничего не думал, у меня тоже прыщи были, есть И мне тоже назначали раку, да, и я тоже отказался Поэтому Ничего такого, у всех такое бывает Ну, просто мне кажется, что это слишком какая-то жесткая история с этими таблетками Может быть, что-то лучше поискать можно Ну, знаешь, у кого-то это единственный шанс, кто-то проходит всех врачей, все лечения там всевозможные И все равно не помогает Да, тем более рецидив тоже при этом же препарате возможен И какой смысл тогда? Типа, я сейчас пропью курс вот этой вот херни жесткой Типа, не знаю, конечно, есть и жесткие препараты в любом случае Но мне кажется, что раз не разрешают после этого беременеть, значит, это жесткая история Ну, жесткая тем, что это витамин А в большой концентрации И я говорю, зачем мне тогда это принимать, если есть риск, типа, рецидива? Зачем? Типа, какой смысл? Ну, есть вероятность, что и не будет Ну, есть вероятность, что будет То есть ты тупо себя сейчас это таблетками обработаешь И все равно ничего не уйдет Ну, ради этого Ну, нет, пока ты будешь пить, 100% уйдет Кто-то писал, что, да, прыщи как бы тоже появились после того, как отменили препарат Но не в таком количестве и как бы жить можно, типа Ну, я не знаю Ребят, напишите свою историю в комментариях Я думаю, что, блин, много людей, кто страдает от акне От прыщей разных, различных типов И я думаю, что многим это будет полезно Хотя, конечно, в интернете, на том же ютубе можно много найти информации на эту тему Поэтому всем желаю, чтобы ваши мечты сбывали Чтобы ваша кожа была такой, как вы мечтаете А мы уже в самом центре Мы доехали так быстро, даже не берется Просто обожаю воскресенье Ну, сыр, ну, ты помнишь, как я грустила? Мика, ты красивая Заня красивая Фонари какие-то Фонари красивые Может, нам тоже такие дома поставить? Помнишь, как я грустила, зай? Ты меня успокаивал Ты мне говорил, что я тебя и такую люблю И ты все равно меня такую любил И целовал И любил, и люблю И люблю, да И я тебя люблю Всегда пробочка Даже в воскресенье Хотелось бы вам показать, какая чистенькая у нас машинка Потому что недавно мы ее отвезли на мойку Видите, какой у меня чудный муж Привез меня в шоурум Сейчас еще пойдет со мной в шоурум Будет сидеть, ждать, когда я там напримеряюсь А ты что подмазываешь? Я не подмазываюсь Веря на то, что сегодня воскресенье Парковка дорогая Короче, тут, кстати, неподалеку Один из любимейших ресторанчиков Мама тута Где мы тоже давненько не были Но сегодня воскресенье И нужно было заранее забронировать место Хотя, может быть, у них и есть местечко Вот сюда Ой, снежок, кстати, идет немножко В общем, ладно Побежали мы в шоурум Уже когда там будем Что-нибудь поснимаем Так, мне все нравится Мне нравится вот это платье Всего такое платье Ага Вообще, какие-то у тебя, ну Идеи и желания Может быть Какую вещь ты ищешь? Вещь какую еще? Я обычно в магазины Ну, тебе говорю всегда И сам таким методом пользуюсь Что ехать надо в магазины Только тогда, когда ты знаешь, что ты хочешь Я когда сюда приезжаю Тут всегда есть то, что я хочу Даже если я об этом не мечтала Я не думала, потому что здесь все вещи такие Которые можно и каждый день носить И на мероприятия И они очень всегда такие актуальные И хвастые Да Главное, всегда есть мои размеры А ты не знаешь, что они сами шьют? Да, я знаю, что у них сходят И модели у них Ну, типа индивидуально-эксклюзивные Ну, я думаю, что все равно На рынке много чего-то похожего Можно найти Но, по крайней мере, точно такого же Я не видела Я смотрю на вот этот белый костюмчик Красивый вечер Может, могу вас забрать или что-то потом брать? Да, давайте Так, ребят, я уже все померила Просто нереальное количество красивых вещей Подошло мне все шикарное, классное Вот такой вот сви-боди тоже взяла Супер секси Он еще натягивается, девчонки Так что приходите Вот такое шикарное платье У меня, кстати, такое же есть бежевое Я помню, меня сейчас спрашивали, откуда платье Вот, я вижу, здесь такое черное висит А бежевое здесь, смотри, вот такое тоже О, какая красивенькая Эммочка Классное платье Вот, тут такая более спортивная коллекция Тут белье и купальники даже Девчонки Кому интересно Сегодня кто такой секси Тут просто нереальное количество красивых платьев Вот такое я мерила Очень нравится Но, к сожалению, под мою кожу не подошло Я слишком бледная Для такого шикарного платья Но зато мне подошло черное Просто обожаю Очень понравились рубашки Вот эти невероятно приятные Прям хочется в них жить Спать, ходить Только в них Вот, очень красивые у них деловые костюмы Короче, обязательно посмотрите У них очень большой выбор Одежды, платьев на каждый день На какие-то встречи, мероприятия На работу, в офис Просто гулять в рестораны Так что всем рекомендую Самое шикарное, что они еще находятся на Патриках На Малой Бронной А вот если пойти туда По-моему, налево Да, мы там обычно выезжали Ну и заезжали пару раз Короче, если пойти прямо И немножко налево, по-моему Или направо Короче, там Мама тут Покажи пакетик Мой любимый муж Ох, ну что мне за чудо-мурст Тьфу на тебя, зараза такая Че ты... Че ты меня снимаешь? Не ладно, потому что ты Любимый мой Просто, девчонки Если ваш муж с вами Шлындрит По шоуруму Сегодня выходной И сегодня нет пробок И каких-то важных дел Поэтому Да тебе какая разница Где сидеть в телефоне Новости читать Ну... Не, ну все равно Я не обесцениваю Все равно Дома приятнее Выходной посидеть, знаешь А то по будням Мы ходим в офис на работу Не отдохнем никак Да нет, все равно здорово В любом случае Че, одной вообще не в кайф Вот, поэтому Исторически сложилось так Что мне вообще никто не нужен Ну, типа, никакие подружки Там в духе У меня, конечно, есть подружки Которых я безумно люблю Но, по сути, я вообще в этом не нуждаюсь У меня есть просто идеальный муж Этот влог посвящается Облизыванию моего мужа Какая ворона Короче, как вы знаете На Патриарших прудах Сейчас, кстати, ветра меньше стало Пока мы там шопились Короче, здесь Очень дорогое жилье Вот эти вот дома В принципе Я даже не знаю Сколько здесь стоит квартира Но это самый центр Короче, это самый центр И понятное дело Что здесь бешеных бабок Стоит жилье И мы кому-то заглянули в окошки Так, что там да как там И видно, что там очень бедные люди живут И я думаю Может, это какие-то пожилые Еще что-то Короче Я вот просто не надо думать Какой прикол Жить в самом центре Может, конечно, там С этой квартирой С домом что-то связывать Какая-то глубокая Далекая Старинная история Типа эту квартиру Там получила бабушка Когда работала там Не знаю На каком-то заводе Ну какие-то, знаете, такие Потому что у нас даже в семье Есть такие истории Даже квартира В которой я росла Там до 5 лет где-то Ее тоже не просто так Типа, знаете, купили То есть ее именно получили Грубо говоря Там мой дедушка работал Бабушка работали И они потом Ее как-то получили Эту квартиру Короче, я точно Не помню все истории Также есть квартиры Еще в которой У меня дяди с тетей живут Где, получается, другая бабушка С дедушкой жили Эта квартира вообще Была коммуналкой Сначала там была только Одна комната Потом моя бабушка Работала на работе Как-то что-то там Крутилось-свертелось В итоге я смогла Выкупить одну комнату Потом другую В итоге Эта квартира стала Ну как бы квартирой нашей семьи Вот И таких историй, я думаю, Очень много Даже у моих подписчиков Наверняка Вот Я просто к тому, что Типа все равно Какой прикол здесь жить Например, тем же пожилым людям В бедности Но при этом в дорогом районе В дорогой квартире Когда можно, грубо говоря, продать Купить что-то подальше И еще будут деньги какие-то Не знаю Купить Может даже две квартиры Одну сдавать И, скажем так, пенсия Будет намного приятнее Тем не менее Надо ждать второй шауру В общем, я супер довольна Супер рада Я даже не думала, что Столько всего классников Но никого у меня подойдет Потому что я достаточно частенько Приезжаю в Соду Мода И бывало такое Что я приезжаю И понимаю, что Это у меня уже есть Это у меня уже есть Но типа новой коллекции Не появилось Либо, например, где-то Может моего размера Не осталось Потому что обычно Когда новая коллекция Какая-то появляется Ее быстро разбирают Прибегают девчонки А сегодня Прям столько всего классного Столько всего мне подходящего Ну и мне кажется Что я немножко акценты сместила Потому что я сегодня Прям много платья взяла Я пока еще не знаю Куда у меня столько платьев Но Но иногда мне прям хочется Я понимаю, что у меня даже нету Каких-то классных нарядов Просто, грубо говоря Пойти кому-то На день рождения В ресторан Конечно, сейчас еще холодно Так вот платья щеголять Еще что-то Но просто я понимаю Что у меня в гардеробе Практически нет платьев Потому что я все раздарила Раздала То, что у меня там было Какое-то На фотосессии Там приходишь Тоже ничего своего такого нет Потому что у тебя Ничего такого и нет Ну, короче В общем, сейчас построим Маршрут дальше И хочется покушать И хочу Выставлять сторки Которые снимала В магазине Ребята Посмотрите, как красиво Просто красота Так, мы приехали В следующий Шаурумс Он находится В торговом центре Даже галерея Сфера Так называется Я здесь, наверное Один раз в жизни была И как раз таки В этом же магазине Куда сейчас В куда Куда сейчас Мы и пойдем Вот Не знаю Как тут обстоят дела Вот Парковка Что-то непонятно Свободных мест Справа заезжай Отсюда Ну, написано Да Все нормально Открывается Эта штучка Просто мы здесь Блин Сто лет не были И вообще Не знаю Че там А, ну вот Вишь как все Да Не уже Чем В ЦУМе В ЦУМе вообще Охренеть нужно ЦУМ для богатых И умельцев Водить Потому что там Очень узко Хотя ЦУМ не только Для богатых Там не только Ну, дорогие Магазины есть Сейчас-то там Вообще Дорогих магазинов Наверное нет Класс Может тут и кафешки Есть Было бы супер Да Я тут не вижу Вход в эту сферу Ну, мы сейчас найдем Сейчас мы найдем Где-то лифт Не знаю Какие тут тачки стоят Глянь Ну, наши тоже Недесемые Че? Сейчас увидишь Какой мы Плепарк Это как называется? Феррари Кстати, мы со Славой Буквально позавчера Смотрели фильм Про Ламборгини Ну, честно Я ожидала больше От этого фильма Мне показалось Что можно было Намного больше Всяких классных Моментиков Раскрыть Рассказать Чем в итоге Нам раскрыли И показали Но все равно Было безумно интересно Посмотреть историю Ламборгини Как он соревновался С Феррари Вот этот эскалатор Ну, это же шикарно Зато мы сейчас будем Просто властелинами Этого магазина И никто нам не помешает Короче, ребята В этом магазине Уже не снимали толком Потому что Потому что там было Столько вещей Что у меня просто Крышки И я старалась Быстрее-быстрее Потому что я уже Безумно голодная Плюс еще Со мной мой муж Который Вообще Ему это же не надо И, конечно же Я, как хорошая Жена Стараюсь быстренько Закончить Все свои Девчачьи делишки Чтобы Чтобы освободить Его душу От этих заморочек Я проголодался Вообще Я тоже капец После такого Чудеснейшего Шопинга Я сегодня Я не знаю Я девочка Я столько платьев Набрала Мне кажется За всю свою жизнь Столько платьев Набрала Просто Рикол Ну и, конечно Очень много секси-топов Всяких сумасшедших Просто Короче, сносных И по такому Чудному поводу Мы срочно Сейчас едем В ресторан Надеюсь, что Ты поставил тот адрес Ресторанчик Потому что у меня ощущение Что он был где-то Как будто Вот Ну ладно Короче, мы едем Кушать Дорогущие стейки Я очень рада Потому что я их С туалет Не ела Ну, с туалет Конечно, ладно Но прям Очень хочу Есть этот стейк Наверное, салат Точно тоже Надо заказать Потому что Я прям голодная Как я не знаю кто Сая, давай завтра Сходим туда Там какая-то ярмарка Походу Там очень красиво В парке Горького Ставьте лайк Под этим видео Чтобы мы завтра Сходили Причем там красиво Именно ночью Надо Вивену Собой взять Помнишь, она любит такие мероприятия Любит пошландрить Не, на самом деле Просто тепло Нарядимся И пойдем гулять Тем более Чтобы, смотрите У нас ни снежинки Какие елочки красивые Ммм Твою жовку Нет Твою, конечно, не полезно Есть на голодушке Это еще хуже Сая А что мне делать? Не надо жовку Жевать на голодную Я себя чувствую Как меня тошнит Этот голод Это вообще нельзя Да, надо Что-то заказать Такое Чтобы быстро Принести Хотя бы Червячка Заморить А потом уже По конкретному По полной Ей дозе Кинуться Кстати, Слава Уже закончил Все дела с зубами Это тут еще свет Такой светит Не, вообще На самом деле Очень хорошо Я просто Долго ходил Со Ну Получается С дыренью Между зубов И У меня Такой мозг Немножко Не догоняет Еще Знаете Когда Ты привык Что ты не улыбаешься Вообще На людях И все время Стараешься Как бы Ну если улыбался То я все время Вот так улыбался Типа Ну класс Класс Вот эту сторону Я вообще не открывал Я короче улыбаюсь Сейчас И мой мозг И мой мозг такой Говорит Блин Ты че Зачем ты так Так широко Улыбаешься Сейчас же все увидят Сейчас все увидят А потом В догонку Вторая мысль Ну приходит В голову Типа Ты че Тебе же виниры Поставили Уже можно Самое интересное Ну и помимо виниров Просто этот имплант Да Или как это называется Да Самое интересное Что теперь Когда услала виниры Я постоянно хочу Смотреть ему в рот И Заглядывать в рот Давай давай Потому что Привлекательный рот Отличный у меня рот Красивый, ровный И зубки у меня Вообще прекрасные Все Облатили парковочку Блин Вообще Мы сегодня Даже такой день Не планировали Реально Не планировали Я просто В какой-то момент О Ни хрена себе Штучка упала Кто-то поедет И Кирдык Просто В какой-то момент Я Подошла к зеркалу И говорю Ты вообще Че творишь Давай двигайся По жизни Потому что Я целую неделю Зачем ее пнул Я думаю Что все равно Это не сильно Поможет Это просто Че за погодка Да, Зай? Даже не верится Сейчас Через сколько-то дней Там Какое сегодня? 29-е? Какое? Да, сегодня 29-е И Января Угу Вы видите Здесь какую-то зиму Перенос На русский Да Л'Occitane На русский Перевели Ну и норм Тема Че Вот сюда Мы идем Обалденное Местечко Очень вкусное Так что Сейчас будем кайфовать Ребята Мы счастливые Сейчас будем кушать Заказали в итоге Два салата Чтобы Не поджирать Друг у друга Потому что Обычно Я себе даже салат Не беру Слава берет И я у него пара огурчиков Стащу Но мы настолько голодные Что решили Что лучше Каждой Себе закажет Так, ребят Ну что ж Нам принесли Заветные стейки У меня филе миньон У Славы филе шато С картошечкой фри Вкуснейшей У нас чай с чабрецом Вкусненький тоже Салатик мы уже Затащили Ну практически Так что будем сидеть Кушать Наслаждаться Мы еще такое Уютное Салатик взяли У меня тоже класс Точно нужно Я люблю Чтобы он был Блин, такой грязный Сверху Куда-то делим И кидали Здесь это никакой не соус Медиум То есть он не сырой Но сочный Я не люблю сырое Прям знаете Когда такое красное мясо Прям бордовое Я люблю именно Чтобы он был Прожаренный Но Сок В общем Сложно Ну как бы Медиум Короче говоря А ну-ка Сольки не едем Подайся А, блин, я думаю Что такое У меня такое Отличное сегодня Стрейнг Потому что был Шопинг В двух шикарных Шоурубах Сейчас Ужин Шикарный В любимом ресторане С тейками Еще приедем домой Я даже Шмотки разбирать не буду Я это могу сделать завтра Тем более, что я помню, что я взяла Длягу И мы с тобой будем смотреть Кельцо Круто Вот ты не будешь? Ну ладно Я бы сама Поздно это назвать Нашим свиданием Ну давай До свидания Я люблю стейк Соль Рядом насыпать Отрезать кусочек мяса Его промокнуть в соль И потом картошку клеебую Как вам мясо? Отлично Все понравилось? Да Спасибо большое Очень вкусно Особенно Когда ты меня весь день ужрал Я бы соус попросил Братакушечек Тебе не нужен от меня перерыв И отдых? Знаешь, есть пара, которые Любят друг друга Ну как сказать Может быть грубо звучит Отдохнуть Ну просто Типа, чтобы каждый Соскучится Типа, знаешь Немного Вообще это нормально Отдыхать друг от друга Тебе нужен отдых от меня? Нет Я просто считаю Что это нормально Отдыхать друг от друга Нет Мы это теперь Не осуждаем, конечно Ну типа, это нормально Тем более Все люди разные Кому-то нужно Иногда побольше Побыть одному Скажем так Да И Касательно меня И тебя Ну Скажем так Я не испытываю Каких-то Проблем От того, что Мы с тобой Поставим вместе Часто вместе Ну то есть А ты можешь уединиться В комнате В кабинете Ты в комнате Уединиешься Типа, несмотря на то Что мы 24 часа Можно сказать Вместе Работаем Работаем из дома Ну то есть Для кого-то Кто там ходит на работу Каждый день Да И встречается Там с мужчиной Своим Не знаю Только вечером Дома После работы То это вообще Наверное Чего Офигеть Столько времени Вместе С ума Может Сойти Наверное Ну не знаю Для меня это Вообще Класс Можно считать Такой же Проверкой Знаешь Потому что Вот если Те же пары Которые Видятся Не часто Если их посадить Если их посадить Да Дома И Как в карантине Никуда Нигде Ну в карантине Повысилось Разводы Повысились Ну и рождаемость Кстати Тоже Чуть увеличилась А что еще дома делать А что еще дома делать Ну вот Так это работает То Вот эти вот Пары Ну Просто Развелись бы А если Мы не разводимся Значит Ну все хорошо Я То есть Мы можем Мы можем Существовать И так Вместе И по раздельности Я не люблю Когда мы по раздельности Мне норм По раздельности Максимум Два дня Это если Ты уедешь на дачу Либо я уеду На дачу Вот у меня Максимум Два дня По раздельности Мне норм И мы за эти Два дня Можем Там Ну слава Правда Мне всегда Обязательно Перед сном Позвониться Скажет Что он собирается Спать И как у меня Там все хорошо Но по сути Мы можем Все эти два дня Например Даже особо Не переписываться Потому что Ну типа Например Он со своей семьей Там Не знаю На даче Я Со своей семьей Либо где-то С подружками Ну грубо говоря Я пример Просто привожу Вот И да Конечно Я успеваю Очень сильно Соскучиться Но мне хватает Даже того Что ты сидишь У себя В кабинете Я у себя В кабинете Например Весь день И мы Где-то Там Ну я наверное Немножко Слишком Как это сказать Привязана Что ли Я не знаю Как это сказать Нет Когда я Постоянно Хотела Чтобы Мы Были Вместе Почему Не хочет Со мной Смотреть Кино Сейчас Хочет Смотреть Кино Позже И я Помню Что был Такой Период Когда Я Вела Себе Немножко Неадекватно А потом Как-то Отрезвилась От этого Состояния Я думаю Что Это Какие-то Состояния Которые Ты Тоже Должен Пройти В отношения Это Нормально Ну типа Когда Кто-то Один Сильно Друг От Кого-то Фанатеет Сильно Влюблен Скажем Так Что Даже Доходит До Какого-то Сам Себе Хуже Делаешь Я Помню Что Я Сейчас Как-бы Уже Все Нормально Спокойно Все Проработаны Ты Редиску Хочешь? Там Остановлен Редиска Больше? Нет Я Не очень Редиску Просто Так Приятно Иногда Получаю Сообщения От Подписчиков Даже Не то Что Типа Юля Скажи Лучи Там Как Что В отношениях Даже Не такого Характера Больше Типа Блин Как же Здорово То Что У вас Такие Отношения И Типа Как Так Там Выстроили Свои Отношения Еще Что Не знаю Просто Как Говорится Знаете Что Для Кого То Одно Супер А Другое Не Супер Не знаю Вот Мне Например Супер Что Мы Так Часто Вместе Всегда Вместе Практически Вообще А Кто То Не Любит Такое Поэтому Тут Просто Мы Сошлись Наверное И Друг Друга Не Бесим И Это Куда Слава Заказал Себе Соус Картошки Я Думала Это Кетчуп Решила Туда Покнуть Оказалось Что Барбекю Очень Плохо Настало У меня Вообще Не Зашло Прям Ужасно А он Сидит Ест Знаете Сколько У нас Вышел Счет Если Я Вам Сейчас Скажу Охренеете Ну Кто Ультра Кто Ультра Богатый И Скажет Дай Копейки Так У нас Значит Чай Индийский Чай Чай Всего 420 С чабрецом Салат Две штучки 1040 Филе Миньон И филе Шато По 2800 Одинаковая Цена Две картошки 3660 Ну Кстати Не так уж И дорого Получается 330 Да Рублей Одна Шточка Ужасно Невкусный Соус Барбекю 180 Рублей Охренеть Дорогой Конечно Такая Вот Вышла Цена Ну Да Это конечно Трэш Вообще Типа прям Не каждый день Так хочется Столько тратить На ужин Но Это был шикарный Ужин Который я буду Вспоминать Еще Месяцами Неделями А знаете Что было Самое приятное Наш официант Девушка Славя Так и говорит Извиниться Нескромный вопрос Вас случайно Вячеслав зовут Слава Аж Раз Цвет С вами Венирами Такой Вячеслав Это я И она сказала Что она его узнала С проекта Еще смотрела И ВКонтакте На него подписано Следит Именно ВКонтакте Причем так интересно Ребята Возрождаем ВКонтакте Все Подписываем Все на меня ВКонтакте Да Все Так что мы поехали Домой Можно прогуляться Да Мяу Все Мы оделись Выходим Какая сегодня молодец Такой блог вам снимаю Что прогуляемся В ту сторону Надо немножко Растрясти Так Чуть-чуть Растрясем А то я Это Прям Салатик Сначала Так легко Вообще Просто Не то что Пошел По маслу Прям Проглотился Вместе с маслом Потом стейк И прям вообще Ой Несмотря на то Что мы в центре Находимся И как бы Воздух загрязнен Очень сильно Хочу сказать Что дышится Сейчас очень приятно Именно Даже по температуре По атмосфере Так сказать Я бы не согласилась Почему? Мне кажется Воздух прям Самое то То есть он свежий Но не ледяной Понимаешь? Он свежий Но дышать Отнюдь не так уж Прямо приятно Ну я не про Выхлопные газы Я говорю про Температуру воздуха Очень приятную Вот Так что мы гуляем Я конечно Такой блин Новик Пошли мы к тем деревьям Блестящим Ой бля Зарядка садится Но у меня есть аккумулятор Вот Хоть покажу вам Город А то постоянно То дом То машина Блин Как же круто Когда на улице Нету людей Ну как бы есть Но мало Так здорово Ой Машин Русская Вот видите Какие мои пешеходы Едет машина А я остановилась Пока не убедилась То что он останавливается Потому что Ну нафиг мне приключения Вход в ТЦ Он наверное уже не работает Да О смотри Наверх подняться нельзя Пошли мы хотели на деревья Посмотреть Потому что скользко Видимо Не знаю Ну да Кстати Спокойно можно Навернуться Какие красивые деревья Блин Вот это да Прикинь нам На даче так украсить Черешню с вишней Да Такой смысл До весны Павелетская плата Ой как там красиво Мамочки Да Мы не спускались вниз Я тебе говорю Такие мы конечно Приколы Блин Живем в Москве И ни хера Никуда не ходим Ну потому что Так всегда Когда ты живешь в Москве Ты бегаешь Суетишься По каким-то делам Либо дома Кватишься Как мы Последнюю неделю Ну и мы всегда такие Так мы подождем Когда будет тепло А когда будет тепло В итоге мы Куда-то в другое место Одеваемся Вау Я тебе говорю Чего мы дома сидим Надо было гулять Все эти года Надо было выходить Из дома Жизнь Кипит Каток Блин Вот эти деревья Конечно у лёта был Вот эти мишки Ну наверное уже все Ну жаль Конечно Смотри там каток Какой-то Вот это каток Да Как красиво Гляньте какой красивый каток Такой уютненький Ой слушай Да здесь фотосессию Клёво было бы сделать Да нет С точки зрения Вот Архитектурного И вот Ландшафтного Молодцы вообще Здесь очень красиво Сделано Ну грамотно Я бы так сказал Ну стильно Ну знаешь как По европейски Да да Потому что видите Какое здание Интересное Вход И оно где-то под землей Помню как строили Просто до этого Всего здесь было Просто какая-то дыра Чёрная А сейчас так Преобразили Невероятно круто Да здорово Блин какой красивый Здесь каток Посмотри Столько света Чё тут Обычный каток Ну Каток как каток Нет я имею Декорации вокруг Так Ёлочки И ёлочки И блестяшки Прикинь как клёво На яйфоне Ну Пофотографироваться На катке Например с мужем Как-то целуешься Я цену уже показала Стоимость Вход взрослый Стоимость Будни 350 Выходные 400 Ну нормально Что за 90 минут Можно ушататься Конкретно на катке Ой я сто лет Вообще на катке Не была У меня даже коньки Есть по-моему Ну или были Не наверное Есть просто где-то Где-то на антресолях Ладно Пошли обратно Тропинкой домашней Я если честно Даже удивлена Что сегодня Воскресенье Потому что мы были В центре На Патриках Там конечно Была небольшая пробочка Но в целом Я бы не сказала Что много людей Хотя на тот момент Было ну часов 7 Ну типа Мне кажется Самое вообще Супер время Для гулянок Для ресторанов Баров Там не знаю Хотя мне кажется В воскресенье Все-таки меньше люди Тусят Потому что в понедельник Уже на работу И типа После бухача Даже например Какого-то В воскресенье Тяжеловато вставать будет Ну не знаю Но я удивилась Людей мало Потом мы были В этом В сфере Тоже Галерея вот эта Там тоже По сути Людей нет Так ребята Мы уже в машине Какой же класс Здесь машинку Хотя на улице Минус 1 всего Вообще Гуляем все Мы ходим Ребята Гуляем Хотела я сказать Что нам до дома 14 минут 14 Но на самом деле Мы живем практически В центре Наш дом Но Я уже в каком-то видео Это говорила У меня прям дежавю Но из-за того Что В Москве всегда пробки Вы знаете Особенно в центре С центра И так далее Ну конечно В будни Не в основном То до центра Добраться Не так уж легко Можно и 40 минут Ехать А можно и часа 2 Ехать Как повезет Вот Но видите Без пробок До нашего дома От Блин Арбата Можно сказать Вообще 13 минут Что все Едем домой Ребят Мы уже дома Нас встречают Вот такая Милашная Собанька У которой Вчера была Супер стрижка Я в шерстяных носках Зверек Ну Зверек Зверек Зюб Покажи Улыбку Покажи Вив Вив Улыбку Покажи Улыбочка Это улыбка Ты мой шлетенький Ой какая улыбка Кстати у Вивочки Грыжа до сих пор Мы пока не делаем операцию Потому что ее грыжа Она не растет Вот И я не знаю Напишите в комментариях Но Нам сказали Что если она не растет То Ну Как бы Можно не трогать Не знаю Мы как бы Следим за ней Постоянно Мы же ее трогаем Гладим Проверяем Удем еще шлетки Это хвостик Такой смешной Щеточка Классный Подстрелив Да? Да? Заяц Ой Ну просто Заяц Любимый Короче Посмотрите Сколько у меня всего Это из одного магазина На днях Привезли посылку Я знаю что там Но я еще не доставала Не мерила Не делала обзор Тоже нужно сделать Сделаю Думаю Что завтра Послезавтра Здесь Сода мода Где мы были В первом магазине Сегодня И здесь Май модус Вот Так что Набрала конечно Я знатно Здесь есть Обалденное розовое платье В котором я хочу Сделать Фотосейшен Может быть даже Ко дню всех влюбленных Успею Не знаю Пока не знаю где Но вот Но не хочу сегодня Разбирать Потому что нужно будет Для всего этого Найти какое-то Классное место А мне чуть неохота Сегодня этим заниматься Я лучше влог смонтирую Короче лучше на это Потрачу время Я буду с вами На этом Прощаться Заканчивать Этот влог Не знаю Длинный он получился Нет Такие классные пакетики Здорово Люблю такие Когда с надписью Что-то делают Вот Здесь очень много Всяких таких Легких вещей Типа Костюмчики на лето Там из льна Какие-то такие Типа халатики Ну уличные Пижамки Такие Типа как уличные пижамки Что это? Что это? Все-таки мне сложно Удержаться Хочется отыскать Тут какой-то Очень яркий розовый Костюмчик Тоже такой В стиле Пижамы Я думаю Вы поймете Вот такой Вот Легенький Классненький Короче не знаю Хочется конечно Все это раскрыть Посмотреть Померить Но при этом Хочется Это как-то сделать Более Как-то красиво Официально Дорогая Юля Пусть ваши дни дома Будут красивыми Уютными И комфортными Искренне желаю Чтобы они всегда Приносили радость Спасибо большое Ой какой тут Классный цвет Пепельно-розовый В общем ребята Напишите обязательно В комментариях Хотите ли вы Чтобы я сделала Какую-то примерку Распаковку В следующем влоге Я конечно в сторис Еще буду показывать Ну мало ли Не все же в сторис сидят А сейчас мне нужно Заполнить бумажку С голосованием Для дачи Всякие СНТшные дела Такая вот Взрослая жизнь Поставлю свою подпись Поставлю дату 29 Ну что у нас 29 января 01 2023 Так Сколько я знаю Номер бюллетеня Только я не понимаю Номер бюллетеня Я же не знаю Какой у меня номер бюллетеня И членство в СНТ Нашим Что значит Да, нет Что значит Членство Зай Что значит Членство в СНТ Ты что не знаешь Что такое значит Членство Ну я просто не понимаю Типа я вхожу В какой-то совет Это значит Или я просто живу В этом СНТ Да, ты член СНТ А зачем вообще Это спрашивать Я же не какой-то прохожий Ну ты должна Просто поставить галочку Что да Ты член СНТ Да Так 29 29 01 23 Я не знаю Номер бюллетеня Ты хочешь мне знать Ёшки-матрёшки Всё, заполнила Так быстро Причём у меня Эта хреновина Уже распечатана Дней, наверное, 5 У меня всё руки не доходят Потому что каждый раз Когда что-то касается Каких-то голосований Типа чё, где, за, против Воздержаться Я думаю Буляха-муха Я не разбираюсь Я не знаю Ну типа я ещё не настолько выросла Чтобы думать За я вот это Или против Мне вообще норм Главное, чтобы Был порядок Чтобы до меня Никто не докапывался И всё Вот что для меня Сейчас главное Но я понимаю Что есть люди На даче Да, у нас даже На СНТ Которые будут там Голосовать где-то против А ещё что-то Например, здесь Утверждение Членских взносов В размере 6 тысяч рублей За полугодие За 6 соток 10 рублей За квадратный метр За или против Утверждение Приходно-расходной сметы На первое полугодие 23-го года На самом деле Я бы вообще везде Поставила воздержаться Либо вообще не голосовала Но мне позвонила Председатель И попросила Не проходить мимо Потому что всё-таки Теперь я должна участвовать Во всех этих дачных делах Раньше Как-то этим занимался дедушка Даже не то, чтобы он этим Прямо занимался Знаете, он же жил в Грузии Но Не знаю, когда надо было Там он мог Не знаю Будучи на даче Там тем же летом Пойти В старушку Там где-то что-то проголосовать Сходить на какое-то собрание Вот А теперь Это должна делать я Разумеется И Ну что Кажется В этом ничего сложного Поставить три галочки И подпись Ну конечно Надо всегда считать Что-то там подписываешь И галочки ставишь Я пошла умываться В домашней переодеваться И монтировать этот влог Я думаю, что он всё-таки Получился Наверное Не капец Прям короткий Ну может и не на Там Час Не знаю Как получилось Вот Но самое главное Надеюсь, что вы хорошо провели время Надеюсь, что вам понравилось это видео Обязательно подпишитесь на меня В телеграме Потому что я там постоянно Что-то выставляю Даже если я где-то там пропадаю Влоги не выходят Сторис Ещё что-то Я обязательно всегда в телеграме Что-то пишу Каждый день Обязательно хоть Несколько постов сделаю Иногда бывает дофига Что напишу Прокомментирую У меня постоянно там Очень интересно Все сплетни Все Интриги Расследования Разборки Там какие-то Ответы На ваши вопросы Все в основном Происходят в моём телеграм-канале Так что обязательно подпишитесь Вот Спасибо, что смотрели этот влог Всех люблю Целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы И всем пока